На заседании правительства Тверской области рассмотрели реализацию программы по обеспечению государственного надзора и контроля на территории региона. Губернатор Игорь Руденя отметил важность оперативного и эффективного государственного контроля. Подробности в сюжете Анастасии Новичковой. Заседание началось с минуты молчания в память главы Андреапольского округа, председателя Ассоциации Совет Муниципальных Образований Тверской области Николая Бараника, который ушел из жизни 16 июля. В связи с открытием на этой неделе северного обхода Твери, Игорь Руденя обозначил необходимость активно использовать новые возможности для развития экономики региона. Первым вопросом рассмотрели реализацию региональной программы по обеспечению государственного надзора и контроля в Тверской области в 2024 году. И задачи на 2025 и 2026 годы. Контрольные и надзорные мероприятия осуществляются в сферах дорожного хозяйства, строительства, закупок и финансов, розничной продажи алкогольной продукции в отношении самоходной техники и аттракционов, действующих в регионе. Тверская область выгодно выделяется на фоне других даже соседних субъектов Российской Федерации. Прозрачность работы органов власти, которые непосредственно связаны с закупочной деятельностью, налицо. И то, что проводятся мероприятия, обучающие заказчиками и разъяснительные семинары по изменению законодательства. Оперативный и эффективный государственный контроль играет значительную роль в обеспечении строительства социальных, промышленных и инфраструктурных объектов, многоквартирных домов в строгом соответствии с установленными сроками и стандартами качества. Движение в части объединения в одном органе полномочий по государственному строительному надзору и оказанию государственных услуг в области строительства также является, на мой взгляд, положительной тенденцией. Движение должно быть поддержано, позволит повысить эффективность деятельности государственного органа, достоверность информации, единые методологические подходы к оказанию государственных услуг и государственного строительного надзора. Игорь Рудыни в числе приоритетов назвал повышение эффективности надзора в жилищном секторе. Это особенно важно для жителей Твери и области. При этом указал, что особое внимание следует уделить направлениям, связанным с качеством жизни людей, и более оперативно реагировать на обращения граждан, в первоочередном порядке решать актуальные для населения вопросы. Сегодня большие нарекания к управляющим компаниям. Считаем, что работа не может быть признана удовлетворительной, потому что качество работы управляющих компаний сегодня не соответствует ожиданиям граждан и задачам, которые мы ставили по управлению многоквартирным жилым фондом. Поэтому программа будет дорабатываться, и сотрудники, которые работают в жилищной инфекции, должны сформировать новые подходы к работе с управляющими компаниями. В период с 2024 по 2026 год Госнадзором планируется ежегодно охватить около 300 объектов строительства. Это многоквартирные дома, торгово-офисные и общественные здания, социально значимые промышленные и коммунальные объекты. В дорожной отрасли предусмотрено порядка 100 выездных контрольных мероприятий, около 900 в сфере жилищного назора.